приветствую вас дорогие друзья сейчас я хочу показать несколько акцентов каталога действующего каталога номер два это рифы на чем лично я сосредоточу свое внимание что стоит приобрести что чем я пользуюсь чтобы что продвигает этот каталог если вам это интересно продолжайте смотреть видео итак поехали эверластинг так как у нас стойкий корректор the one everlasting и стойкая тональная основа у меня этих кремов оба есть я к сожалению так и не составила никакого опыта что это в общем не как-то не так легло я про стойкость ничего не могу сказать но какая-то формула у этих средств они как-то лежат пленкой ощущают то есть кожа их ощущает сегодня нанесла эти эти два средства и стойкую тональную основу и этот консилер консилер слишком светлый он очень плотный я не говорю что это плохо кому-то это очень даже понравится вот такая густенькая гусенькая формула но при этом я не говорю что он не экономичного очень большой площадь покрывает это стойкость наверное за счет содержания чего-то силиконистого не так хочется другого слова не напрашиваю вот я его разнесла растянула по коже вот эту маленькую каплю вот такое такое такую площадь заняла и она застыла пленкой это плохо или хорошо я не знаю и я думаю что все-таки кожа сквозь нее дышит но вы ее ощущаете я все время чувствую может быть это связано с тем что я сейчас под нее нанесла true perfection другую силиконистую форму это уходовая серия так и то же самое с этим крем очень плотное покрытие в общем лучше подбирать и подбирайте тон ближе к вашему не надейтесь что если вы возьмете светлее она растянется по вашей коже и такая сольется она не подстроится под ваш тон кожи поэтому но сейчас незаметно это значительно светлее самый светлый тон и в общем я сожалею о том что всего самый светлый надо было взять потемнее тогда было бы понятнее как это ну вот она не справляется с со скрытием вот этих дефектов таких отвислых мешочков под глазами вот вот этот крем он почти заканчивается тональная основа его закончила моя невестка жена моего сына и она сказала что стойки он держится вот весь рабочий день он держится но я об этом уже говорила так в этом каталоге лак представлен с 50 процентной скидкой до 50 процентов скидки это две лимитированные коллекции за ван летние и зимние так что хотелось о лаков сказать лаки великолепные почему соседи включают свои сверлящие инструменты только когда включается камеры или когда спит ребят великолепный лак держится он действительно на стойке то есть он не зря называет называется стойки в общем тоже не пропустите сто восемьдесят девять для простых потребителей означает 149 или 147 что-то такое для консультантов вот этот моя любимая помада в арифлеймовской линейке но я не все еще пробовала роскоши золотой соблазн все время забываю название моя любимая помада флакон такой прям вот его в руках держать приятно металл такой хороший покрывает отлично фигментация но это вот очень нюдовый тон называется какой-то белья а там есть разные цвета прямо розовый на мне этот беж сейчас скажу как называется изысканный бежевый теперь меня привлекают завораживающие терракоты может быть все и у вас красный какой-то внимание в этом каталоге цена на вот эту палитру ниже чем раньше и чем в следующем каталоге там 1800 здесь 1500 внезапно закончилась закончился ай-лайнеры вот что-то из этих средств надо брать наверно новинку попробую гелевую подводку в карандаши с точилкой это очень интересно по выгодной цене 279 рублей надо брать надо что еще хотела показать тушь для ресницы one eye white open я вам показывала ее что купила и по моему еще где-то показывала может быть нет в общем вот смотрите какая кисточка и название туши переводится как широко открытые глаза ну насколько удобно кисточка если вдруг кому-то это интересует у кого-то есть какие-то сомнения но мысли по этому поводу кто еще не знаком я вот выскажу свое мнение я взяла правда не черный потому что у меня черных туши много я взяла сливовый оттенок темный сливовый называется ну во-первых посмотрите вот что такое в понимании сливовый оттенок не знаю будет ли заметно его сливовый в общем кисточка насколько удобно это кисточка она удобно потому что ею вот этим узким концом можно прокрасить уголки ресницы в уголках ресницы в уголках у меня например но я думаю упать наверно у всех очень такие слабые слабенькие тоненькие и их очень деликатно нужно прокрашивать ну если есть такая нужда ну как-нибудь не быть такой нужде когда в уголке но если во внутреннем уголке можно оставить не закрашенные ресницы то во внешнем уголке как-то сам бог велел и вот им да можно этому кончику доступны уголочки ресницы в уголочках глаз ну вот там то предполагается что вот так вот одним взмахом то есть это узкий конец зах охватывает уголок а внутренний уголок а широкие приподнимает ресницы внешнего уголка не знаю такого эффекта в общем я не пронаблюдала например она прокрашивает ресницы в уголках глаз ну и тем более я не амбидекстер амбидекстер это человек который одинаково хорошо владеет обеими руками я крашу и держу щеточку в правой руке ну просто есть люди которые левый глаз красят левой рукой а правый глаз правой может во всем остальном они не амбидекстеры но вот в этом да кстати поделитесь есть ли среди вас амбидекстеры так сейчас я все таки попытаюсь показать что тушь это фиолетовая насколько она фиолетовая так ну в общем я думаю вы поняли сама формула туши неплохая тушь не густеет она у меня уже так вот порядком месяца три наверное она абсолютно такая же свежая так что еще сказать хотела она на ресницах она немножечко так образует комки с первого раза но потом я ну всегда когда в таких случаях это происходит я щеточкой прохожусь любой щеточкой и все комки убираю раз этими щетинками разделяю эти комочки ну по-моему только как себя тушь ведет видно вот в этом на этой картинке какая-то такая если эта картинка что-то даст ну я имею ввиду вот этот сводь от туши в целом тушь неплохая я не скажу что она бешено наращивает ресницы дает бешеный объем ну дает и объем и длину так а вот эта тушь в отличие от той очень пигментированная я хотела накрасить ресницы может быть я сделаю это при дневном свете чтобы так куда у меня еленое дело эта красавица я уже показывала в своих последних в итогах месяца в пустых баночках эту тушь ну не знаю может быть попробовать ее все-таки ай запусти вот так это поверх вот этой фиолетовой да если в чистом виде то очень красивый такой синий цвет это я говорила вот об этой страничке страничка 99 супер предложение тушь 149 рублей и обязательно мне надо взять imagination вот этот я уже взяла my naked truth взяла я уже о нем свои отзывы высказала в пустых баночках в общем я не разочарована теперь посмотрела пирамидку правда там я сказала что не посмотрела пирамидку пирамидка японский османтус цветок хлопка и яблоневый цвет в общем это яблоневый цвет сладкая нота это яблоневый цвет то есть у вас не будет сладко на устах на кустах будет вы будете именно вдыхать вот когда яблони цветут такой аромат распространяется освежающий бодрящий вот такой аромат есть такая нотка содержится в этом аромате а все остальное это чистая запах чистой кожи вашей кожи я имею ввиду не той из которой курски шьют такой обзор теперь может быть к этому видео я добавлю хотела бы я добавить конечно же распродажу счастливые дни как называется распродажа в России я забываю не помню ну если она выйдет завтра то я присоединю если нет то нет выпущу так но здесь я и так уже очень много наговорила так что если чем-то обзор был полезен потому что каталог еще действует я надеюсь что все таки он полезен то я буду очень рада а вы не забудьте пожалуйста отметить это соответствующим значком вам всем желаю красоты, здоровья, удачи, успехов во всех делах приятных покупок в онлайн магазине ссылку на онлайн магазин для тех у кого кто еще не является консультантом оставляю внизу если вам нравится то как я представляю каталоги воспользуйтесь этим предложением ссылка реферальная естественно там будет будет отмечено ну то есть мне будет от этого пользы даже не обязательно материальное просто мне будет приятно так что воспользуйтесь воспользуйтесь и я с вами прощаюсь пока да, Суша, скажи пока пока с вами была аромат типичный, мужской такой без всяких нюансов приятный, свежая нота ну вот норд, он и есть норд и с другой стороны чтобы не слить инсуаля Продолжение следует...